Привет, ребята! В этом видео поговорим о том, как работает Google. Это может быть интересно и вам, если вы сейчас работаете в какой-то другой компании и хотите узнать, как изнутри простроена структура Google, какая у них корпоративная культура. Это может быть интересна тем из вас, кто сейчас находится в поиске работы и хочет понять, как себя вести на собеседованиях, чтобы максимально показать свой потенциал. И это также будет очень интересно тем, кто, может быть, занимает какие-то менеджерские позиции и хочет чуть лучше понять, как управлять персоналом и как работать с людьми. Это видео я делаю, вдохновившись прочтением книги «Как работает Google». Это книга издательства Exmo. Она вышла в русском переводе. И я, когда читала, делала очень много пометок. У меня здесь очень много таких закладок. И я хочу с вами поделиться основными пунктами. И, кстати, если вы захотите получить эту книгу себе, я буду ее разыгрывать в конце этого видео. Так что слушайте внимательно, смотрите до конца, и вы можете получить эту крутую книгу себе. Первая мысль, которая меня не покидала на протяжении произведения всей книги, это корпоративная культура и как она устроена в Google. С самого начала в этой книге говорится о том, что очень многие люди, когда только ищут работу, они думают о таких факторах, как близость работы к дому, есть ли на работе какие-то плюшки, бесплатный кофе, печеньки, может быть, завтрак, может быть, фрукты. Кто будет его коллегами. То есть у людей обычно всегда есть такой стандартный список вещей, на которые человек обращает внимание при переходе в новую компанию. Но что говорят авторы, это то, что очень важно также сразу узнавать, есть ли в компании корпоративная культура и как она устроена. И я не могу не согласиться с этим. Из всех компаний, в которых я работала, в последней была максимально сильная корпоративная культура, и было видно, что менеджмент и HR действительно что-то делают для того, чтобы эту культуру строить. И на это уходили годы. Это не получалось сразу, не все появлялось. И что самое сложное, не все люди могли понять, как себя проявить максимально выгодно для компании и работать в симбиозе. И делать так, чтобы ты себя хорошо чувствовал на работе, и взамен отдавать этой работе свои навыки, свои знания и свою энергию. Дальше. Что мне понравилось, это то, как здесь рассуждается про отношения между менеджером и людьми. И здесь есть даже вот такая вот фраза HR-директора компании Apple Дебби Биандалилла пишет, что ваша должность делает из вас менеджера, но ваши люди делают из вас лидера. Рассуждается о том, что не все люди способны быть менеджерами, не все люди способны быть лидерами, и менеджер и лидер это не одно и то же. Я сто процентов с этим согласна. У меня было в жизни несколько менеджеров, и не все из них были лидерами, не все были людьми, за которыми хотелось идти, и которые вдохновляли на свершение. Мне кажется, вот эта вот способность помогать людям раскрыть их потенциал, она доступна далеко не всем менеджерам сегодняшним. И также здесь говорится о том, что чтобы нанять или выбрать правильного лидера, нужно выбрать такого человека, который мог бы чувствовать себя капитаном команды, за которым хочется идти, который настраивает на боевой дух. И вот это очень важно. Так что подумайте, если вы менеджер, являетесь ли вы лидером для своих подчиненных, для своих сотрудников, для своих коллег. Мариса Майер, CEO Yahoo, которая приступила к своей должности в 2012 году, была одной из самых знаменитых работающих мам. И она сказала очень важную вещь, что перегорание вызывает не тяжелая работа, а раздражение из-за того, что тебе приходится отказываться от действительно важных вещей. К чему эта история? Здесь идет в одной главе речь о том, что очень многих людей заставляют работать конкретное количество часов, заставляют ужиматься в какие-то очень жесткие рамки. Например, ты не можешь работать из дома, ты должен только работать в офисе, или еще в какой-то мере не дают себе флексибельность. И именно вот это давление со стороны менеджмента, со стороны начальства очень часто вызывает в людях тревожность, и в дальнейшем это перерастает в выгорание. И здесь также рассуждается о том, что одни из самых эффективных сотрудников – это молодые мамы, и вообще мамы, потому что у них уровень эффективности гораздо выше, чем у других людей, потому что они понимают, что такое мультитаскинг, мультизадачность, и они, как никто другой, лучше всех справляются с мультизадачностью, особенно в сжатые временные периоды и временные сроки. И вот эта мысль мне очень понравилась, так что задумайтесь, если вы сейчас находитесь на грани выгорания, что к этому привело. Любопытная вещь про хантинг и про поиск людей. Вообще в Google очень сильная стратегия отбора людей в команду, в компанию. И в том числе здесь рассказывается о том, как отбирают топ-менеджеров, которые чаще всего приходят по рекомендациям, или с которыми не проводят такие тривиальные собеседования, где задают стандартные вопросы. И вот здесь в одной из глав описывается, как Сергей Брин нанимал очередного начальника для своей команды, и он задал ему вопрос, чему бы ты мог меня научить, чего я еще не умею. И вот это очень крутой вопрос, мне кажется, для интервью, если вы проводите собеседование. Спросите у человека, это может открыть вам очень много граней этого человека, показать, во-первых, как он мыслит, как он отвечает на этот вопрос, что он считает важным показать здесь. Во-вторых, вы можете узнать про какие-то интересные хобби этого человека, что тоже, опять же, расскажет, насколько широко человек мыслит, насколько у него уникальные интересы. Вы на собеседовании не единственный кандидат, и об этом важно помнить. И об этом также важно помнить нанимающему менеджеру, что перед ним будет несколько человек, из которых придется выбирать. И когда ты нанимаешь человека, опять же, нужно задавать интересные какие-то вопросы. И один из примеров это, если бы я сейчас открыл вашу историю вашего браузера, что бы я о вас узнал интересного? И это очень крутой вопрос. Я бы даже хотела задать его вам, что бы я узнала интересного о вас, если бы я открыла историю вашего браузера. И говорится здесь также про так называемый стадный эффект и про качество людей, которых Google выбирает к себе в компанию. Менеджмент разделяет людей на три категории А, Б и В. И А это люди, так сказать, первого класса, плохо так наверное говорить, но это люди, которые 100% будут максимально сильными, у них будет максимальная отдача на работе, и они будут мыслить, они будут думать, они будут ходить на работу, потому что они хотят предпринимать какие-то действия и менять мир. Здесь рассказывается, что если в компании снижается планка и вместо сотрудников А иногда нанимают сотрудников класса Б, то это очень-очень скользкая дорожка. Это приведет, скорее всего, к тому, что в дальнейшем вот эти сотрудники Б, они будут нанимать сотрудников В. И это приведет компанию к тому, что в команде будут работать не энтузиасты, не люди, которые хотят действительно что-то делать. К разговору про собеседование, почему важно задавать людям вопросы про их страсть, про их интересы, потому что это тоже может служить классным индикатором того, насколько человек действительно интересуется миром. Потому что чаще всего, когда у людей спрашивают, какие у вас хобби, расскажите. Люди отвечают, я люблю читать, путешествовать, слушать музыку. И это, в принципе, очень мало говорит о человеке, потому что это такой стандартный набор фраз. Это фразы, которые, ну, не особенно характеризуют людей, потому что сегодня путешествовать любят практически все. Читать, ну, читают так или иначе тоже очень многие, и проводить время на природе, или проводить время с друзьями, но это тоже не какое-то особенное такое хобби. Вот в этой книге говорится о том, что если у человека есть действительно сильный и мощный интерес, который его дровит, то можно сказать, что этот человек имеет страсть в жизни, и, скорее всего, про эту страсть ему будет рассказывать сбивчиво, нескладно, он будет влюблен в это дело настолько, что ему будет не терпеться вам рассказать подробнее про это. Это круто, и таких людей нельзя, так сказать, затыкать, нужно им позволить рассказать про свое хобби, потому что так вы можете понять, насколько у человека есть внутренний драйвер. И заодно задумайтесь, как вы отвечаете на собеседованиях на вопросы про свои хобби. Вы должны работать с людьми, которые вам не нравятся. Очень интересная мысль, она объясняется тем, что если вы работаете только в кругу своих друзей, здесь прямо написана такая фраза, что если у вас есть лучшие офисные дружбаны, то это, скорее всего, ведет просто никуда весь рабочий процесс, потому что, когда вы начинаете слишком так вот понебратствовать, то это очень расслабляет людей, но если у вас есть большое разнообразие разных людей в команде, это могут быть люди разной расы, с разным каким-то прошлым, с разным бэкграундом культурным в том числе, то это все создает такой melting pot, такой горшочек, где есть очень много умов с разными перспективами, и это будет отлично влиять на развитие продукта. Понятно, что в таком случае сложнее управлять корпоративной культурой, но в этом и смысл культуры, найти способ соединить всех разных людей таким образом, чтобы они генерировали максимальное количество крутых идей и максимально продуктивно работали вместе. Люди, которые работают с вами, особенно те люди, которые вам неприятны, почему они вам неприятны, что вас в них действительно раздражает, может быть у них есть что-то, чего вам не хватает, и на самом деле вы хотите у них этому научиться. Вот это то, о чем я стала задумываться тоже в офисе, когда у меня были ситуации, когда я как-то не находила контакт с определенными коллегами, я думала, окей, ну что на самом деле меня раздражает в этом человеке? Может быть моя раздражительность вызвана тем, что у меня нету той черты характера, которая очень ярко выражена у него. Вообще, когда я читала эту книгу, я очень много задавалась разными вопросами, переносила на себя ситуации. Это очень крутой способ, вот когда вы читаете любую книгу, вообще старайтесь примерить на себя то, о чем пишет автор, даже если это художественная литература, не обязательно что-то такое более бизнес или обучающего характера. Наим сотрудников – это обязанность каждого человека внутри компании. Тоже крутая мысль. Почему здесь так говорится? Потому что чаще всего крутые люди знают таких же крутых людей. И если у вас очень сильная команда, то есть смысл узнать у членов этой команды, вдруг у них есть знакомые из вот этой же сферы, которые могут как-то привнести свой вклад в развитие команды, компании. И вот этот момент, когда сотрудники помогают нанять новых сотрудников, он тоже должен быть вплетен в структуру компании. И вот здесь говорится как раз о том, что нужно строить компанию таким образом, чтобы люди могли приводить сильнейших. И очень часто слишком большую ношу вешают на HR-отдел, считая, что только они должны выбирать людей. Но по факту HR может провести только первичную селекцию, а в конечном счете все равно уже какие-то менеджеры или тим-лидеры выбирают себе новых коллег в команду и проводят более глубокие такие собеседования. Вообще, кстати, интересно, как у вас в компании это устроено, где вы работаете, кто у вас занимается рекрутингом, есть ли возможность у сотрудников привести в команду кого-то. И это немножко может быть противоречиво с предыдущим пунктом про работу с дружбанами. Но в действительности, даже если вы приводите человека в компанию, это же не означает, что вы будете работать в одной команде. Иногда вы можете привести кого-то, кто занят в совершенно другой сфере, и он будет в другом отделе. Но сам факт, что вы дружите с человеком, который обладает таким же сильным мышлением, как у вас, это уже отличный повод привести этого человека в компанию. Еще про собеседование. Это то, о чем я неоднократно говорила во всех своих видео про ошибки на собеседованиях, вообще про найм. У меня есть целый плейлист про карьеру. Очень рекомендую вам, ребята, посмотреть, потому что там сейчас, на сегодняшний день, за пять лет я собрала такие крутые видео, что мне кажется, не научиться чему-то, просмотрев их, просто невозможно. Окей, здесь есть огромная глава о том, как планировать свою карьеру по шагам, то есть задавать себе какие-то вопросы ключевые, фундаментальные, например, как бы выглядела ваша идеальная работа, не сейчас, а лет через пять. Если бы вы увидели идеальную вакансию на сайте, то что бы в ней было написано? Это тоже такие, вроде бы, базовые вопросы, но на них на самом деле далеко не каждый отвечает перед тем, как начинают искать работу. Я вам очень рекомендую об этом подумать или посмотрите тоже, у меня было конкретное видео о том, как простроить свои карьерные планы, как перейти, например, в новую сферу профессиональную, если вы хотите сменить профессию. И вот в этой книге очень много советов, если вы хотите, я потом могу отдельно рассказать про них. Пишите мне об этом в комментариях, если вам интересно. Совещание и встречи. Моя просто любимая тема на работе, потому что у нас, особенно когда я работала в Швеции, вот в эти 4-5 лет, очень много времени уходило на совещание, на общение, и это настолько выжимало силы и тратило время всех, что наконец-то в этой книге я вот стала обращать внимание на то, что пишут о том, что на совещании не нужно уделять столько времени еженедельной сводке новостей. Вы, если что, сможете эти новости отправить всем в email-рассылке. Сфокусируйтесь на конкретном решении задач и проблем, и сложностей, потому что чаще всего ошибка тех, кто проводит совещание, это то, что сначала у нас идет представление или как introduction о том, как выглядит адженда, повестка дня, потом все проходятся по новостям, потом уже только в конце, когда уже остается последние 5 или 10 минут, люди наконец-то приходят к важным вопросам, в итоге все остается нерешенным, и встречу переносят на следующий какой-то день, и опять всем приходится тратить время, чтобы собраться. Это просто всегда-всегда-всегда меня очень сильно раздражало на работе, поэтому вообще про совещание тоже могу бесконечно рассказывать о том, как я считаю максимально эффективно их проводить. И кстати, когда вы на совещаниях, записывайте все, что вам говорят или все, что вы слышите, потому что у меня есть такая теория, что если ты не сделал ни одной заметки во время встречи, то ты на этой встрече не был. Я об этом писала очень подробный пост у себя в инстаграме о том, как вообще делать, правильно заметки, как конспектировать. Рассказывала в том числе и о том, как я конспектирую все свои разговоры с друзьями, если я слышу что-то важное и полезное, что я не хочу пропустить. Поэтому очень рекомендую вам вот этот пост в инстаграме прочитать, и может быть напишите там, если вы вообще согласны с таким методом, или у вас есть какие-то другие подобные методы, которые вам помогают не забывать самое важное. Но я для себя вывела вот такую формулу идеального времяпрепровождения на совещаниях. Шмидт и Розенберг также предлагают регулярно делать такой обзор собственных успехов, собственных результатов, ну и собственных провалов в том числе, и делать это хотя бы раз в год. Это то, кстати, что я делала ретроспектива после своей двухлетней работы вот в моей последней компании. Оставлю вам ссылку на видео. И эта ретроспектива мне невероятно помогла увидеть, где у меня были какие-то промахи, где я наоборот очень сильно выросла, что бы я хотела улучшить, если бы у меня возможность была, и чем я очень сильно довольна. И хороший вопрос, который авторы предлагают задать себе, это стали бы вы на себя работать? Когда вы действительно оцените все вот эти вот ваши результаты, подумайте, хотели ли бы вы, чтобы такой человек, как вы был в вашей команде, насколько у этого человека есть большой потенциал, и что ему еще можно сделать, чтобы улучшить свои какие-то характеристики, касающиеся работы. Отдельная большая глава посвящена общению по электронной почте, и сегодня это также какие-то мессенджеры. Вот здесь у меня есть очень много таких спорных мыслей, потому что Шмидт и Розенберг настаивают на том, что нужно моментально отвечать на письма. Либо, если вы не моментально отвечаете на письма, то хотя бы объяснить человеку, почему вы не ответили сразу, то есть, или предупредить человека, что вы не будете отвечать сразу, а вы возьмете тайм-аут, чтобы подумать. Я не приветствую вот эту технику моментально отвечать на письма, потому что у меня это всегда отнимает очень много времени, и самое главное, отнимает мою концентрацию. Но давайте так, об общении, о дигитальном общении, об интернет-общении на работе нужно сделать, я считаю, отдельное видео. У меня уже есть очень много мыслей по этому поводу, в том числе и о том, как грамотно вести переписку. И, кстати, напишите, если вы работаете в русскоговорящей компании или в иностранной компании, на каком языке вам бы хотелось узнать подробнее про вот эту вот email-переписку, чему бы вы хотели научиться. Потому что я работала и с русскими коллегами из России, и я работала с коллегами из всех других стран мира, просто в международной компании, где общение было на английском. И вот эти два вида общения, они абсолютно отличаются, что на английском, что на русском. И всегда можно вычислить, что пишет себе русскоговорящий человек, даже если он пишет на английском, и даже если у него каким-то образом не совсем очевидно русское имя, всегда понятно, что автор русский. Это очень круто, если вам интересно узнать, как я этом отличаю и различаю, сообщите. Продолжая тему совещаний. Как часто у вас происходят, так сказать, встречи one-to-one, то есть один на один с вашим менеджером? У нас в компании, даже в нескольких компаниях, в которых я работала, была такая практика регулярная. Как минимум раз в месяц, где-то раз в три месяца. И эти встречи лично мне это очень нравились. У нас также были так называемые 360 ревью. То есть очень много различных инструментов, которые использовались, чтобы лучше понимать, как работает человек и что он может улучшить в своей работе. В книге говорится о том, что когда вы приходите на встречу с менеджером один на один, обязательно к ней готовьтесь и выпишите как минимум пять вопросов, которые вы хотите определить, обговорить, решить. И менеджер должен сделать то же самое, чтобы это не было так, что вы встретились с менеджером и просто начали разговаривать. Ну, как там дела у себя? У меня вроде ничего, да у меня вроде тоже. Ну и ладно, значит там нечего обсуждать. Нет, такого быть не должно. Обсуждать есть всегда что. Даже если вам кажется, что у вас идеальные отношения с менеджером и у вас просто все отлично на работе. У меня были такие моменты, когда мне казалось, что вообще-то все просто супер, даже не хочу идти на этот one-to-one, потому что ну что мы будем тратить время на разговор. Нет, оказывается, что всегда есть что-нибудь, что где-то когда-то забылось, не обсудилось. И это нужно снова вынести на поверхность. Как придумать крутую идею? Шмидт и Розенберг дают для этого три как минимум вводных, на которые вам надо рассчитывать, когда вы эту идею придумываете. Во-первых, идея должна представлять собой нечто масштабное, то, что будет создавать для вас определенный вызов и то, что повлияло бы на сотни миллионов или миллиардов людей. Второе. Отличная идея должна быть чем-то, что кардинально отличается от всего, что сегодня есть на рынке. И третье. Идея должна состоять из какого-то революционного технического компонента, который с точки зрения технологии будет тоже продвигать вашу задумку вперед и сделать так, чтобы конкуренты оставались позади. Что касается идеи, мне кажется, здесь очень важно понимать, что когда вы думаете о любой идее, Google это, конечно, технологическая компания. Но идеи не обязательно должны быть связаны с технологиями. Может быть, вы творческий человек, вы хотите развивать что-то творческое, тогда вам, возможно, следует мыслить по-другому. Кстати, развитие креативности огромная тема, которую я тоже в последнее время очень активно изучаю. Я тоже прочитала несколько книг на эту тему. Мне кажется, что эта тема недооценена, потому что многие думают, что либо им не нужно развивать креативность, либо что это невозможно, что они не творческие люди, что они, возможно, люди с математическим складом ума, и это не предполагает наличие творческой жилки. В корне с этим не согласна. Мне кажется, что творческую вот эту нотку могут развивать в себе все, и что это надо делать, потому что это очень упрощает вам жизнь, потому что вы учитесь смотреть на жизнь с разных перспектив. Как распознать свой провал? Как определить, что провал будет? Как решить, в какой момент следует оставить идею, которая не принесет никаких плодов? Это очень крутой вопрос, и мне кажется, что у многих людей не получаются определенные вещи именно потому, что они очень быстро сдаются и решают, что, скорее всего, ничего не получится. Но в книге говорится, что очень важно давать идее время и инвестировать в то, чтобы тестировать разные ее стороны. И на некоторые продукты Google отводил по 5-7 лет до того, как они увидели, что эта идея действительно работает, и поняли, какие идеальные составляющие должны в этой идее быть, чтобы она могла быть реализована и использована во всем мире. Задумайтесь, что из ваших недавних идей, которые вы стали пробовать, провалилось, и почему это провалилось? Подумайте, есть ли у вас возможность сделать как-то по-другому сейчас, выполнить эту идею иначе, чтобы дать ей второе дыхание и продолжать тестировать вновь и вновь? Не всегда нужно сдаваться при первом провале. Нужно давать себе шанс, нужно давать идее шанс, и нужно уметь видеть перспективы вашей задумки. Стоит ли скрывать свое высшее образование? Казалось бы, зачем скрывать наличие высшего образования? Я вам скажу, что мне не раз приходилось скрывать наличие магистратуры, когда я искала себе работу, потому что в Швеции в определенное время, чем больше у тебя было каких-то степеней учебных или ученых, тем меньше у тебя было шанса попасть хотя бы на какую-то вот эту entry-level позицию, то есть позицию, которая тебе позволяет вообще зайти в компанию на самый какой-то такой простой уровень. Здесь есть много противоречий, и казалось бы, зачем скрывать свое образование, если ты потратил на это годы, время, деньги? Но что интересно, я была очень рада прочитать, что здесь рассказывается историю про одного из гуглеров, Джеффа Юбер, кто скрывал в своем резюме наличие MBA, наличие бизнес-магистратуры, и у него просто было написано всегда в CV, что он закончил гарвардскую магистратуру, но не было указано, что это магистратура в сфере бизнеса, потому что он не хотел портить свой технический имидж. А для технарей, я так понимаю, все-таки гораздо важнее иметь техническое образование, нежели бизнеса. И я вот на какой-то момент почувствовала даже себя Джеффом Юбером, кто тоже скрывал свою степень магистратуры, и считал, что не хочется портить имидж, говоря всем о том, сколько информации я на самом деле знаю. Хотя это как-то, наверное, звучит немножко безумно и нерационально. Не бойтесь задавать неудобные вопросы. Одна из причин, по которой развалилась крупнейшая компания начала 2000-х годов, The Sun, она стоила в свое время 141 миллиард долларов, но в итоге была продана всего лишь за 7,4 миллиарда долларов, просто потому что они вовремя не задавались такими сложными, неловкими, неудобными вопросами. Они не могли ответить на вопросы, как им оставаться конкурентоспособными, и что их будет выделять на рынке, когда придут конкуренты. Особенно в технической сфере это очень важно обсуждать, потому что изменения случаются незамедлительно, и конкуренты наступают на пятки. Но на самом деле в любой другой сфере и даже в жизни нужно высвечивать проблемные места первым делом. И если вы видите, что у вас есть какая-то сложность, какой-то затык, что-то, что вам мешает, и о чем вам очень неудобно говорить, неважно говорить с самим собой или говорить с кем-то, это означает, что вам нужно первым делом прямо сейчас идти и решать именно эту проблему, именно этот гвоздь, который застрял у вас в подошве вашего ботинка и не позволяет вам ходить удобно и идти вперед. Итак, эта книга, как вы могли понять по длине этого видео, собрала в себе массу идей, которые можно имплементировать в свою жизнь, и я, наверное, только одну малую часть этих идей высказала и поделилась. Расскажите, что вас впечатлило больше всего, и какую из этих идей вы бы могли имплементировать в своей жизни прямо в самое ближайшее время. И я выберу один из комментариев, который мне понравится, и этот человек получит вот эту книгу от издательства Эксмо. Я попрошу вас в комментарии также написать ваш инстаграм или ваш имейл, по которому я могла бы с вами связаться в случае победы. Победителя я объявлю ровно через неделю под вот этим видео в описании, к этому видео раскройте и сможете посмотреть. Так что я буду очень ждать ваши комментарии, мне очень интересно, что бы вы хотели из этого применить. И, кстати, если вы с чем-то, с какими-то идеями тоже не согласны, напишите об этом мне, мне очень будет интересно узнать ваше мнение. Остаемся на связи в инстаграме, или на Дели, подписывайтесь, и подпишитесь на мой канал, если хотите не пропустить мои влоги. Сейчас это влоги из Прибалтики, и в дальнейшем посмотрим, куда меня еще занесет судьба. Будем с вами на связи, всем пока, классного дня!